тоже малик очень такой техничный интересный борец чемпионом россии тоже был правда весовой категории 79 килограммов перешел новую весовую категорию 86 здесь вот последние турниры что-то прям не складываются и дауре накругли его который сейчас пришел у нас за грецию и с ним он боролся выигрывал так удалось местами поговорить с маленьком шалаем на этот турнир он говорит ну прям и травм нет и в хорошей физической форме подошел все что от него требуется будет на ковре показывать доказывать мы будем следить и наслаждаться красивой борьбой спортсмен спортсмен если вы хотите выжить 6 6 килограммов венцам ракетик победитель венец 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 2 м к билл есть умали к шала его сюда здесь ошибается конечно арахимов есть два балла есть накат 5-0 счет Субтитры сделал DimaTorzok Хороший в первом периоде взял отрыв Малик Шаваев Да, защищается Отлично уходит от прохода И сам молниеносно проходит ноги Есть посадка 7-0 Субтитры сделал DimaTorzok 30 секунд остается До конца первого периода Хороший отрыв 7-0 3 балла не хватает До технической победы Малику Шаваеву Пока с Кабардино-Балкарии Все спортсмены хорошо выступают Выиграл и Анзор Закуев И Тимур Бижоев Да, здесь хорошо действуют, прям хорошо действуют Стол в первом периоде Малик Здесь сейчас повтор красивый Вроде, да Атака была от Рахимова Но как от защищался Еще сам Тут же молниеносно прошел в ногу И взял 2 балла Здесь Рахимова вперед Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжает, продолжает Рахимов атаковать Выталкивает Малик Шаваева за ковер Трудовой балл Добирает счет уже 3-7 Тут же молниеносно атакует Малик Шаваев Забирает один балл Выталкивает за ковер На коверя у нас Мусамих Тиханов Выходит, вышел на вторую уже схватку Против спортсмена из Кыргызстана Международная схватка, 57 килограмм Прошел у Петра Копылова, да И сейчас уже у него международная схватка На ковре А Да, Малик еще забирает балл Еще выталкивает за ковер Счет 9-3 Разрыв 6 баллов Уже достаточно такой серьезный, да? И минута слишком остается Снова проход в итоге от Шаваева Уходит за ковер его соперник И один балл Малику 10-3 Последняя минута Мусамих Тиханов И борис из Кыргызстана Сейчас на ковре А На ковре С Саин Козырык и Кирилл Корнеев И, кстати, первый период завершается В пользу Кирилла Корнеева 1-0 идет Кирилл Кирилл Корнеев тоже очень опытный Набирает очень такой Хороший борец тоже, да Посмотрим После этой схватки Здесь на этом ковре Спортсмен из Казахстана Закиров Ригер Закиров Против Турка Исмаила Мы переключимся на Муса Мехтиханов Посмотрим Ковера Интересная схватка Международная Да, Муса Мехтиханов Со спортсменами из Кыргызстана Да, Абдул Малик Да, Абдул Малик Карачев Да, Муса Мехтиханов Малик Карачев Амалика Шаваева Поздравляем с первой победой На нашем международном ковре Хорошо выступает Тем временем Муса Мехтиханов И Абдул Малик Уходят на перерыв Поздравляем с первой победой Ищем за已經 Мусуль WHO Ищем за следующую победу Исмаила Stück Мусуль Мwość М verteidades Исмаил Мусуль deceived Поздравляем Поздравляем Нази М donn ковер нам на ковер к ковер а надо будет перейти 3 2 период начинается схватки вторыми замком за то он спортсмен из хакистана самих тиханов да в красном трико и ханов пока ведет он со счетом 1 0 на минимальный минимальный прям счета проходит сейчас ноги карачев защищается пока да хорошо защищается разворачивается тоже руку прихватил не отдает поднимается правильных тиханов да и все сейчас контроль взял и от кого баллов забирает 3 0 ведет да после этой схватки наверно мы перейдем на коверце где будет мази за гирса хир до пьер мира европы против спортсмена из казахстана аширова и джана схватки здесь у нас остается тоже немного минута 10 мих тиханов ни одного балла своему сопернику не дал да еще два балла от мусы мих тиханова 3 0 превращается в 5-0 уверенная пока ведет но тем временем на коврец кирилл корнеев со счетом 5-0 выигрывает у саинов козырыка и выйдет загир шахиев дождемся окончания этой схватки и перейдем на коверце на 7 последних секунд дождемся окончания этой схватки и перейдем на коверцы кирилл корнеев Загир Шакьев Чемпион мира и чемпион Европы из Дагестана И его соперник из Казахстана Мейер Жан Аширов Он в красном трико Загир Шакьев и в прошлом году Да, если не подводит Тоже выступал здесь На финал не добрался Но уже интересные схватки С его участием мы видели Загир Шакьев Заслуженный мастер спорта России Кстати, наряду с Артуром Найфоновым Два заслуженных мастера Выступают в Якутске Чемпион Европы и мира Двадцать первого года Двукратный призер чемпионатов России Пока ведет 1-0 В этой схватке Дагестанец Тоже воспитанник Красавюртовской спортивной школы Еще два балла зарабатывает Еще три балла Двукратный призер чемпионатов России Просто очень много схваток Очень, конечно Сегодня все весовые Десять весовых категорий И прям до финальных пар Будут все бороться Да, я думаю, что сегодня Будет ли вообще перерыв Между полуфиналами Я думаю, что скорее всего не будет Да, не будет Ну или будет какой-то Минимальный прям Тридцать-пятнадцать Да, пятнадцать где-то минут Сегодня такой праздник борьбы Сегодня наслаждаемся весь день Загир Шахиев Да, уходит на перерыв После первого периода Со счетом уже 5-0 Кстати, надо будет решить Куда, какой ковер мы перейдем далее Так, у нас сложности, да, есть Интересные схватки Ну, я могу предложить даже остаться здесь Потому что будет Дмитрий Табаев Он представляет Приморье Но воспитанник тоже Якутской школы вольной борьбы Против спортсмена из еврейской автономной области Тоже наш сосед Можем уважить наших соседов по Дальнему Востоку Ты тоже дальневосточник Можем потом поговорим немного про борьбу в наших регионах И Приморье, и еврейская автономная область Это все наши соседи Да, то, что ребята приехали с еврейской автономной область Приморского края Это уже многого стоит Ты, наверное, боролся, да, с ребятами? Да, конечно, из ЕО Ездил я на турнир Шалом Называется так Он, я не помню, в Биробиджане раз в два года проходит Проходит, да? Все российский турнир тоже, да? Или... Ну, дальневосточный Да, невосточный такой Турнир, но тоже Шалом И, как бы, не только он по вольной борьбе По другим видам спорта А, бокс, ну, как... Да, фестиваль Фестиваль такой, да, проходит Интересно В мое еще время было, не знаю, сейчас остался ли этот турнир Надо будет Бладислава Лапаева Узнать, кстати, у ребят СЕО Один, конечно, это Игорь Овсянников Такой лидер, но он получил травм, но у него бицеп разорвал на России Он сейчас, кстати, в Благовещенске Также он с Максимом Толом, о чем они в Красноярске тренируются А он родом откуда сам? Он с Благовещенск, ну, да А, да Амурская область Завтра появится в Завтра место состоится в утреннее время После утешительных поединков Да, финалы, вот, объявления у нас, финалы завтра будут начинаться после утешительных Пройдут завтра в утреннее время снижения После утешительных поединков Да, у нас очень скоро тоже суперсхватка будет Муслим Мельтиханов и Жаргал Дамдинов Вот это да Вот это сладко хорошее, потому что Жаргал Дамдинов, он и хорошо из Сабазгаджи боролся Там были моменты, первый период хорошо держал, поэтому Тоже интересно, Кежик Чимба, Булат Баяс Холонов Тоже интересно будет посмотреть Никита Сафронов против Алана Багаева будет 92 в четвертьфинале бороться Тоже совсем скоро это все будет у нас Но мы все, конечно, не сможем посмотреть, там параллельно многие будут идти в схватки, но тоже интересные будут Да, будем стараться включить Да, Максим Толмачев сразу попадает на Физруспура, победителя первенства мира из Ирана Да, нет, есть из чего выбирать у нас, да, скоро, очень интересные Ахмед Идрисов против Тушинтулга Тумен Белега из Монголии Герман Устина Фаш будет бороться с одним из лидеров, Гаджи Муратом Алихмаевым Да, Нергун Сергер против Кизимова Фарида Да, есть, короче, на что посмотреть наших болельщиков призываем оставаться у экранов А тем временем у нас Аширев, кажется, уже 4 балла взял Да, 4 балла набирает потихонечку, смотри Мы пока остаемся на этом ковре, там при приближении, да, важных схваток Мы будем переключаться Пытается, пытается Аширов добрать, 2 балла, то есть контролирует Загир Шахиев уже И все, да, 6-4, непростая схватка для Загира Шахиева, заслуженного мастера сворта России Да, сейчас 2 дальневосточника Да, прям непривычно, на самом деле, Степан, вот видите, ЕО, Приморский край на таком международном турнире, да? Ну, они, значит, развивают, хорошо развивают вольную борьбу с бортом Да, ездят, набарываются, все равно с лидерами надо Кстати, недавно завершился и чемпионат России по боксу, да, в Хабаровске, тоже на Дальнем Востоке В прошлом году есть чемпионат России по боксу в Чите, тоже на Дальнем Востоке Чем много больших событий у нас происходит И по вольной борьбе, наверное, скоро вернется к нам в Чемпионат России, да? Да, самое интересное, вот уже с Алексеем разговаривал Тоже совещание было У нас же в Комсомольске, да, в Комсомольске на Дальнем Востоке В Хабаровском крае хорошо развита именно вот в Комсомольске на Амуре Григоримская борьба Хотят чемпионат России? Хотят чемпионат России в Комсомольске там, представь, провести На твоей родине? Да, прям А есть, да, там? У нас там на два региона, все поделено Все, кто вольный там занимается, они на Демгах проживают Все, кто классической борьбой, они в городе А вот и перед нами Табаев Дмитрий Он в синем триконе Воспитатель Николы Якутской школы борьбы Представляет Приморье, проживает он там, сколько я знаю И Глайслав Лапаев из английской экономики Дальневосточные регионы Ну, хорошо, что к нам, да, вот попал сейчас Бурятия Поэтому все чемпионаты Дальнего Востока Первенства уже гораздо более интересные, гораздо конкурентнее Сейчас вообще очень тяжело выиграть на самом деле Дальний Восток Дефуху Да, не просто Тоже вот мне симпатизирует вот этот борец Иванов Республика Саха-Якутия на ковре C начал борьбу Ой, Гулан Иванов Игулан, да, Иванов И против своего Джулустан Федотов Да, кстати, тоже интересная схватка Интересная борца Да Иванов Игулан Следил я за ними в мирном Здесь пока у нас минимальный счет Табаев, да, 1-0 0-1 Да, тоже хорошо друг друга знают Иванов Федотов Да, Лапаев на 4 балла бросок сделал, да И 2 балла забирает Табаев Или перерыв Да, перерыв Давайте мы, если у нас есть возможность, посмотрим на ковер А Если у нас есть возможность Там концовка очень горячая между схватки между двумя лидерами сборной республики Саха-Якутия В 1-8 финала Игулан Иванов и Джулустан Федотов Федотов в республику в этом году выигрывал Интересно тоже Игулан Иванов Тоже один из перспективных борцов Молодой атлет Вот, да, концовка у нас перед нами Последняя минута И 4-2 ведет Игулан Иванов Он в красном трико Думаю, что многие сейчас болеют А Федотов представляет Чоропчинскую школу А Игулан Иванов Мигина-Кангаласки Последние минуты На самом деле тоже жду, когда у вас будет республика в январе Тоже с большим удовольствием посмотрю Да Хорошо На республику шоу И все легионеры Да И легионеры приедут Вот что интересно, да? Что будет тоже посмотреть? 4-3 20 секунд остается Все равно 2 балла Да, и так Надо играть Да, последние 10 секунд Да, пытается, пытается Джоустан Федотов найти какую-то брешь Ну, хорошо защищается Иванов Да, за ковер высалкивает В этой оценке Мало, да? Да, последние секунды Да, Игулан все равно выигрывает При счете 4-4 За счет качества Да, он дважды, по-моему, по 2 балла взял А его соперник 2 и по 1 Выходит в одну четвертую финала Да, я предлагаю здесь же и остаться Потому что Борец из Индии Выйдет сейчас Да, очень интересный Кстати Да, и Амир Чамзин Из ТВ А на ковре Ц Вот, то что схватка Лапаев, кстати, выиграл Причем досрочно На туши выиграл Лапаев Из еврейской автономной области Амир Чамзин Два спортсмена Один спортсмен из Индии проиграл Вот, вот Надежда Но сейчас Индию можно причислить к мировым лидерам борьбы Да, спокойно Да, они уже на самом деле Прямо вот даже России в затылок Прямо Прямо Хорошо набирают спортсмены Вот, проход в ноги от Сумито Амир Чамзин Сразу берет на обратный Защищается Взял на контраприем Да, интенсивная борьба такая В центре ковра Прошу вам Говайт Спортсмен из Индии У Чамзина видишь Даже такой тоже именной Трико, да? Угу У Чамзин Да, пять Да, четыре балла Наши пять баллов Пятибальный С амплитудой Красивый бросок Да, хорошее начало Амир Чамзин Тоже опытный борец Проход хороший, да? Хороший, хороший проход Надо доработать Да, надо два балла здесь брать Да, есть посадка на колено Есть два балла Не так давно в финале Амир Чамзин боролся с начин Монгушем На Опен Байкал Байкал Опен, да? В Валятии Да, Монгуш Ну, Монгуш там Уверенно, конечно Начал набирать Набирать уверенно Амир Амиро уиграл Монгушем Один из тоже лидеров Да, один из лидеров Дважды был финалом, да? Я так понимаю Сугуевым Так, уходит Ну, в этом году, конечно Ему не удалось выйти в финал, да? Да, в этом году Набирает тоже обороты Молодое одарование Северной Осетии Алании Артем Габаев Тоже Одних всех лидеров Повыигрывал Да Тоже и так В принципе Неплохо отборолся Красивый Чемпионом Да, Артем Габаев Тоже интересно будет Как его карьера, да? Будет складываться И среди взрослых Какой уровень Уже показывает Проходит опять Многие Сумеют Еще один балл Даже два балла Четыре-пять Четыре Есть посадка Четыре балла И набирает, набирает Потихонечку баллы Не дает расслабиться Сопернику В один балл Всего выступает Борец из Индии Инбуса всегда Отличает Очень хорошая Физическая готовность Очень много Работает Видимо физически Очень сильные Бывают Очень выносливые Да? Я думаю, что до конца Здесь схватки Будет у нас Такая яркая борьба Да, еще два балла Сейчас Чамзин И еще переворот Еще 9-4 Восстанавливает Перевес в пять баллов Амир Чамзин Но две минуты Еще есть Подходим тоже К интересным складкам Вот смотрю Никита Сафронов Да, должен Алан Багаев Очень интересный Расим Толмачев Сырансом Да, как-то Перуспорно Да, Роман Николаев С Василием Кириллиновым Два якутских борца Сейчас творится И Роман Николаев 12-0 Доигра Оказывается Сейчас Герман Устинов Выйдет Тоже Тряхнуть Что называется Досмотрим схватку Досмотрим схватку На Каверце Все-таки, да Там будет И азербайджанец Потом бороться будет Сначала сейчас Герман Устинов Будет бороться А потом Азербайджан И республика Сахайкутия А потом уже Алан Багаев И Никита Сафронов Полица Каев Он легионер Из России Там уже можно Да, подряд Пять схваток Посмотреть Потому что Нергун Сергеевич Будет Бороться Да Наш лидер тоже Ну посмотрим Да После этой схватки На каверце Остается От всего Ничего Тоже Секунд 30 секунд Да Остается Прям Что-то Надо делать Вот Чабзи Хороший Готов Да Здесь Срыв Старки Шутки Дали Помога Снова Бросается В ноги Сумит Всем Время Да Истекает Да Мы видим И тренеры Стоят Да И даже Записывает На видео Да Врок Будет Для Молодого Борца Вторую схватку Выигрывает Амир Чамзы И выходит В одну четвертую Да Я так понимаю В одну четвертую Ну и Мы Потом Посмотрим Схватку На ковре С Где будет Выступать Герман Где вернее Уже выступает Герман Устинов Против борца Из Брянска Да Брянска Параллельный зачет Дагестан Один из лидеров Этой весовой категории Чемпиона Алиевского турнира Является Гаджимурат Алихмаев Вот В финале Чемпионата России С Ахмедом Усмановым Борец И В финале Ярыгинского турнира В общем Тоже Такой Перспективный Одаренный Борец Тем временем У нас засчитывают Алихмаеву Да 30 секунд Да 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 Пассив Дают Тоже Изир Телюш У нас сейчас На ковер Б Удалось Поговорить На Алиевский Приехал 2-0 2-0 Еще Выталкивает Устинов Молодец На Алиевский Изир Телюш Борец И Ты Да Приехал За свой счет Хороший Такой Результат Показал Международную Сватку Выиграл Выиграл С Абазгаджи Очень Хороший Первый Период Провел Лидировал С хорошим Таким счетом Отрывом Во втором Уже Функционал Где-то Подвела Абазгаджи И По счету Отыгрался И в конце Уже Положил На туше Здесь Опасно Положение Герман Оказался Ох 2 балла И рука Еще Еще 2 балла Накат 4-2 Уже 12-2 12-2 Я так понимаю Или 10 Все-таки Да 10 Пока Да 12 Да И завершается Первый Перед С этим Счетом 10-2 Посадку Сделал И Вместе С рукой Олег Майев Опытный Джорданом Бороусом Бороусом И Алиса Водкоухи Который Олимпийцев Останавливался Да Он С ними В Турции На Яшар Дагу На Международном Турнире Борался Во многих Весах Сейчас Будут Начинаться Четверть Финала Да Вот Это Тоже Один Из Четверть Финальных Поединков Весит До 79 Кг Мы с вами Да Четвертая А потом Второй Полуфинал В этом Весе С участием Али Цакаева Из Азербайджана И Артура Говорова Республика Саха Якутия Сразу После Этой Схватки Будет Герман Устинов Идет В Атаку Схватки С machen С zobaczyем Герман AE Али С Соверш Стал С Спив полторы минуты остается счет такой же после первого периода 10 2 на гавриан начинать начинать и истинного атаковать время летит очень быстро на минута остается в принципе гаджи мурат алихмаева все устраивает у него есть солидный отрыв от соперника и он уже перешел в такую защитную борьбу защищается удерживает счет отрыв 8 баллов можно вот на ковер алексей копылов сейчас будет бороться алексей копылов на ковре а выходит да выигрывает алихмаев 10-2 очень уверенная победа перед вами алексей копылов семенов два борца из республики саха-якутия и сразу сразу на это как уверен алексею и как пошел 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 делать накаты 10-0 да очень быстрая схватка была просто молниеносная 30 секунд 3 секунда и алексей боигрывает да и сейчас муслимих тиханов и заргал дождь и нам на этом ковре выходит тоже интересная схватка здорово да здесь остаемся здесь очень ковер а ковре а остаемся муслимих тиханов и жаргал дам динов ждем такой конкурентной надеюсь схватки конечно муслим будет фаворитом дабы ждем от жаргала дам динова тоже интересный интересного поединка видите да на общем плане видно как сетки над коврами висят очень интересно удобно для болельщиков да готовятся борцы уши а 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 板 а правило Home Him да уже вышел что соперника 2 брата идут, Муса и Муслим Муса секундирует, да? Да, младший брат, они по очереди другим секундируют там очень быстро выигрывают на ковре Ацет и уже Никита Сафранов тоже выходит, мы будем параллельно тоже судить, Алан Багаев, Фантомансийская, по-моему, на самом деле хороший вес и Максим Толмачев, посмотрим как в новой для себя весовой категории поборется, уже долгое время он боролся в 97, сейчас тоже в хорошей форме подошел, травму залечил и готов тоже показывать. Жаргал здорово сейчас проходит в ноги, да, забирает два балла, очень уверенно, не работает в партере неплохо, не получилось, правда, но 2-0 ведет Жаргал, начал, начал здорово, против победителя кубка Ивана Ярыгина, катного призера чемпионатов России, да? Жаргал тоже непросто, конечно, тоже не подарок. Картманой. 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 Ну, у Муслима есть его коронный проход в две ноги, он под самые почти пятки проходит и сразу оттуда пытается сделать скрестный захват, тоже будет бороться до последней секунды, всегда у нее есть коронка, вот, он на нее рассчитывает и силу умеет распределять на все 6 минут, да, на все 6 минут, поэтому функционально прям готов. Да, и первый период остается всего 30 с лишним секунд, показано, проход в ноги от Муслима. Пытается подняться, поднимается, да, контролирует руку, здорово, здорово, конечно, очень красивый прием. Да, про что я только что говорил, сразу стягивает известный захват, еще 2 балла есть, да, 4-2 уже ведет после, еще 2 балла есть, развернул, как технически сделал, все, и здесь сделал техническую победу. Да, 12-2, 12-2, он 0-2 проигрывал, просто вопрос времени, про что я сказал, всегда есть коронка, проход, вот, он делает грамотный проход под пятки и сразу скрестный. Осталось-то всего 30 с лишним секунд, а он за это время 12-го, забрал, это да, двукратный финалист чемпионатов России, победитель Ирыгинска, Ирыгинска турнира, в этом году. Так что, смотреть и мучиться, да, молодым борцам, здорово же, да, начал Джарга, да, мы перейдем на ковер, кстати, С, да, на С, посмотрим, Никита Сафронов, кстати, ведет в схватке с Аланом Багаевым, 1-0, первый период идет, да, 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 сразу после повторов, Курамо Черткоево, да, хорошего, да, борца и заседей, Алан Багаев, тоже, это тоже, Буранец, да, очень опытные ребята, призеры чемпионатов России. Алан, в чем преимущество, он физически очень крепкий, очень, прям такой борец, да, первый период, да, на последних секундах Алан добирает два балла и уходит на перерыв, да, ну вот опыт, что называется, да, чуть расслабился, и все, получаю, распишись, да. Кстати, да, помогает наш любитель, вольный бой, тренер, призем, который, с Тампонского района, Никита Сафронов, да, чемпион России, чемпион Республики этого года, 120, 92 кг, уже заговариваемся чуть-чуть, время, да, да. Алан Багаев, 26 выступал в Беларуси, на Игры страны СНГ, на 23-х лет. И вот спортсмен из Беларуси на последних секундах уступил во балла, я думал, он там уверенно займет первое место. Но там была круговая система, и того, кого он выиграл, он занял первое место. Да? Да, вот такая вот. Но Никита напирает, напирает. Да, Никита, напирает, да, очень мощный, конечно, Багаев. Вот, да, сейчас перевод вы сделаете, поработать, поработать, еще, еще, еще. Никита, да, надо, 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 последняя сила отдавать, здесь уже минута 40 остается. Надо работать, да, ведь пока работать арбитр, да, поднимает. Да, поднимать не удалось сделать. Минута 36, еще времени. И в ходе, да, очень, кстати, Никита, сильно поддерживают в зале. Да, конечно, да. Уралом с Гурамом, черткоем боролоса. Сейчас прям его. Он себя неплохо в последнее время показывает, и, да, 30 секунд дают Багаеву. Но этот балл все равно не решит. Но один балл надо брать после самого, тогда уже нормально будет. 3-2. Да, последняя минута, много сил отдали, видно, что подустали, конечно, борцы. Боя с Халунов и Кежик Чимба тоже, интерьер, Бурятия, Красноярский край, да. Да, тоже параллельно у нас идет, очень много интересных поединков. После этой схватки Максим Толмачев против лидеров. 2-2 счет, и на последних секундах надо выкладываться. Никита Сафронова. Последнюю минуту надо прям поработать. Да, 40 секунд еще есть, есть время. Надо работать, работать на износ. Да, и поддерживают трибуны, да, за камер, вот, пытается вытолкнуть. Зачем сейчас надо было уходить сюда? По-моему, он даже балкнулся. Да нет, здесь не оценили, да, вот это просто действие. И 30 секунд. Трибуны у нас поддерживают. Давай, давай, Никита. Выиграл Гурама, должна появиться уже уверенность. Ну, поднырнул Багаев, защищается Сафронов Никита. 2-2, 15 секунд остается. Давай, давай, Никита, до последнего надо. 10 секунд остается. 5 секунд остается. Надо, да, последний, да, нет, нет баллов здесь. Да, без оценки, без оценки. 2-2. Да, при равном счете, но по качеству оценки здесь Никита Сафронов уступает Алану Багаеву. Да, единственный прием, который Алан Багаев сделал на последних секундах первого периода, да, решает исход этого поединка. Алан Багаев. Да, интересная, хорошая схватка прошла. Чуть-чуть не хватило. Какие-то возможности на самом деле. Да, я уже предупреждаю за Адрин Асси, плюс его для Максима Толмачева. Так, ну, очень интересно на самом деле посмотреть на Максима Толмачева, в какой он форме. Да, и в этом весе, как у тебя. На категорию ниже. Максим Толмачев перед вами. Иранский спортсмен. Победитель первенства мира, да, я так понимаю. Ну, красноярская школа тоже неплохо выступает. Дмитрий Занединок, Никита Сучков пока все выиграли. Да, выигрывают по косой схватке. Артур Чабадаев вторую тоже встречу выиграл. Хорошо, хорошо идут. Сейчас посмотрим, как Максим Толмачев. Да, и Кейжик Чимба тоже. Красноярский край, да, парменный зачет Республика Тывана напирает. Да, 8-0 ведет он. 8-0, да, два балла не хватает. Это чисто технические победы. Да, он в очень хорошей форме подошел, да, к этому турниру. Ну, мы, внимание, на коверце. Ага, здесь идет схватка между Марсимом Толмачевым. И просто приходится... Ему, да, и Фероскор два балла уже забирает. 2-0 ведет Фероскор. Он, очевидно, в этом весе будет тоже одним из фаворитов. Фаворитов доискателей на самый шокий. В вопросе писали, что один из лидеров кто-то писал, что поезд заберет. Фероскор, да? Да, и ранец в этой весовой. Ну, тогда у Максима появится возможность за бронзу побороться. Вот здорово, как перевел. Ну, да, хорошо, да. Как технично он сейчас... Нырок сделал прям... Прошло, да. Сразу два балла. 4-0 ведет уже. Фероскор. Иранец. Последние годы просто очень сильные команды привозят. И на Романа Дмитриева турнир тоже, да. Мы видели очень сильную команду Ирана, да. Сильнейший. Иран хороший. По своему возрасту они лидеров постоянно таскают. На Кубки Содоржества тоже. Да, они на международные соревнования всегда возят, да, своих ребят. И что дает им набраться опыта, в общем-то, они уже потом становятся уже лидерами в мире среди взрослых. Все очень правильно, в общем-то, делают. Практически не пропускают турниры у них. Да, всегда набарываются, ездят. Очень много борются. Счет чего вот получается, что выигрывают. Кстати, у нас уже и олимпийский чемпион выступал на турнире Коркина из Ирана. Лучший борец своего веса тоже, можно сказать. Хасан Издани. Да, Хасан Издани здесь боролся. Очень здорово боролся. Он совсем молодой был. Батт, что ли ему. В общем, он совсем парень молодой был, худенький. Но это была тоже эпичная схватка. Он проигрывал с большим разрывом. С очень большим разрывом. Чуть ли не в 9 баллов и догнал. Еще берет баллы. Да, 6-0. Пользуюсь Ферес Пура. А после этой схватки на этот гага будет Бергун-Сергин. Да. А потом и Шамиль Зубаиров, Таджуддимнан, Мухтаровым будет бороться здесь. Тоже хорошая схватка. И Матвей Чмель, и Шамиль Мусаев. Сейчас, ну, очень много будет действительно интересных схваток. Потому что мы все ближе к полуфинальным поединкам. Таких проходных схваток уже практически не будет. Постараемся самые интересные выбрать и показать нашим зрителям. Но вы можете параллельно включить и другие какие-то гаджеты, телефоны. Потому что на Ютуб-канале Криумфа и, я так понимаю, Брестлинг ТВ тоже. И по коврам тоже есть. Да, Брестлинг ТВ там есть и ковера, и ковер Б, и ковер Б, и ковер Б, да. Можете посмотреть при желании, посмотреть, следить за всеми тремя коврами. Ну, а мы выходим на телевидение, поэтому мы должны выбирать и следить за одним ковром. 8-0 уже в Кируспур. Да, действительно, очень сильный борец к нам приехал. Да, очень сильный борец. И я вот тоже присоединюсь к мнению того, что, видимо, очевидный проискатель золотой медали и пояса победителя. Хотя вот Максим Толмачев, да, вот с нынешним капитаном Нергюном Сергиным. У них же общий счет 4-2. Четыре раза выиграл Максим Толмачев. И два последних раза, правда, победил Нергюн. Кстати, Нергюн сложил в себя полномочия капитана Джейска. Да, да, да. Он много тренируется в Осетии. Да, он в Осетии много тренируется, поэтому, чтобы... Ну, капитан должен рядом с командой все-таки быть, да, рядом следить за порядком, настраивать тоже, как-то подбадривать всю команду в целом. Поэтому, да, правильное решение. Он сам, кстати, да, изъявил желание, так сказал то, что... Ну, это такая разминка, может быть, для Нергюна Сергиной. Еврейская автономная область у нас. Ну, кстати, выиграл же до этого один, да, из еврейской автономии. Свою схватку он выиграл даже досрочно, насколько я помню. Ну, конечно, тоже не сказать, что в лучшей форме его соперник был, но тем не менее. Керзимов, он, кстати, у нас тоже выступал, я помню. И на Дальнем Востоке, понятно, да, который у нас постоянно проходит. Он, кстати, призер Дальнего Востока, не ошибаюсь, если не победитель. Призер точно был. Скорее всего, да, Нергюн с ним боролся. Пока инициативу в свои руки взял Нергюн Сергин. Центр ковра все время поддавливает. Центр ковра все время. Да, Активити тайм зарабатывает Нергюн Сергин за активную борьбу. Да, 10 секунд, и уже еще встреча будет открыть с минимальным счетом, но он 1-0. Нергюн поведет. Да, есть. В последней секунду забирают 2 балла. Еще один балл за Активити тайм. 3-0 еще. Да, еще 2 балла забирают. Молодец. Все видит. 30 секунд первого периода. Такой солидный отрыв. 5-0. Сам идет вот так. Борько. 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 рассмотрим повтор ярких моментов первого периода статей в мирном удалось мне с отцом тоже познакомиться ниргуна ниргуна да вот себя такой подарочек сделал очень приятный с ниргуна в частном встречался разговаривал отец прям бережу оценит этот подарок здорово они относительно броги от мирного не так далеко живут да да нас урех помог да там село до рода безмирного потом воспитывался и сунтарской школе волк больным который лев паут братья с афроуна вот еще два балла и так нам надо будет решать еще следующий складки дата вам будет смотреть ахмед и дрисов и тувшин тувга туман белик скоро выйдут на ковер а после этой схватке может куда до на интересная схватка да хороша бога отметить леса ты мог вот призер мира именитый парень но с орлом наверно знаешь какой а татуировкой надо да большой орел на на груди до смотреть тогда здесь мы принципе всех и толмачева и сергина посмотрели да мы будем тоже до выбирать сейчас где-то быстрее проходит схватки где-то чуть медленнее мы на ковер а сейчас перейдем вот сергин первый свой поединок выигрывает на домашнем турнире да здесь пока идет схватка между юлианом григуриевым и манку его алдаром да ильян кстати был тоже в шаге от медали на первенство россии очень хорошо себя показал там вот эту схватку он тоже выигрывает по 0 свое можно сказать стиле он такой более набор защитный он очень хорошо грамотно прошел молодец проходит следующий раунд в одну четвертую четвертую уже воспитанник сунтарской школы год но сейчас да очень интересная международная схватка монголия да и ахмед и дагестан а то что полга он здесь я наверно очень много раз он боролся он наверно сами вспомнил сколько раз он был в якутске он уже достаточно опытный парень на годам уже двадцать восемь что-то такой наверно постоянно приезжал и разные турниры посмотрим как у него пойдет борьба с ахмедом и дрисовым ахмед и думаю что здесь он более такой сосредоточенный я думаю будет я думаю что и имя его соперника он знает да он на него в любом случае на строй сделал настроился у кого-то кровь пошла пока даже выяснить не могут откуда она взялась так продолжается борьба пока по нулям такая борьба на дистанции в захват не входит прихватили в обоюдном захвате стоят да серьезно из монголии минута пролетела ноль-ноль шот данной встречи не открыт тоже воспитание нет нет риса два раза почти посещал эту школу реально вот тренируются до седьмого фото там прям парилка стоит у них взяли но к моштул туманно вот так тренируются конкуренция конечно там высочайшие сколько школ до спортивных школ борцовских 1-0 спортсмен за монголии повел и видите тайм последняя минута до первого периода давай трех минутка подходит к концу пока туманбелек идет но мы видели как опытные борцы а там угроза муслим и за салюта вот борцы умеет включаться в концовке есть в любом случае заготовки есть коронные приемы вот и методистов очень опытный он будет распределять свои силы вот он да есть проход есть и забирает два балла и вот да это отличительная черта вот до спортсмена борца высокого класса когда нужный момент на последних секундах далее да когда надо берут свои баллы и вот уже ведет ахмед идрисов 21 здесь он уже наверно не будет форсировать тоже подбережит немного силы на 10 секунд осталось судить на перерыв таким счетом и во втором уже я думаю и спортсмен из монголии включится в борьбу борцы и и и и и и и кстати вот да я говорил что опытный датумент билет ему 32 года уже оказывается до 32 год вернее полный до был призером чемпионата мира в восемнадцатом году в будапешке и дважды призер чемпионатов азии банк и астане 2023 стать в этом году году он тоже стал призером азии борец на второй период пока еще один-два в пользу меда и дрисова ну и продолжает атаковать продолжает действовать первым номером ахмед и дриса подталкивает к зоне минута пролетела на проход многие от ахмеда это счищается пока или поднимается и дрисов начали бал на есть бросок до 4 балла и баллах меду и дриса уда поднял стойку и сделал бросок челлендж на челлендж кидает смотреть там очевидно на самом деле можно конечно приподнял кинул на 4 балла там в принципе со стороны даже спортсмена из монголии ножку так вот на повторе все прекрасно видно раз и сам прекрасно он раз пошел даже не пытался тянуть в принципе на обратный может какое-то техническое действие чуть восстановиться но он не может быть да что возрастной сервер спортсмен уже так после этой схватки у нас до судьи тоже к челленджу подходит вела очень тщательно тумен били гейн тушин тулга так на самом деле значит его имя очень сложно сложные да и поэтому их сокращают у индусов вообще суметь суметь на самом деле до повторять нет нет это очень просто некая только для того чтобы да было проще хотя у них да у них все очень сложно с чемпионат мира комментировал по кабель по кадетам и по юниорам и индийцев у них именно вот так вот да я говорю потому что фамилия сумеет сумеет да вот так рахим рахим там какой-то но повторяется да конечно да конечно четко там без шансов у него даже не ну захват слишком высоко был с таком положении он бы там и никогда же обратной бы не снял ай продолжает продолжает действовать первым номером ахмед и дриса продергивает данной дистанции борется хорошо разворачивается продергивается его на контролирует когда речь понимает что да опытные парень его соперник тоже ослабляться не будет он до последних секунд тоже семь один ведет конечно ахмед и дрисов хочет уверенно да завершим ахмед и дриса мы тоже тренер заслуженный тренер россии али исхаков знаете тоже постоянный высочайшего уровня наш тоже гусь постоянно у него много наверно воспитанников да очень и да секундом в принципе ничего не решает уже поздравляем ахмеда и дриса вот такая международная схватка была против опытного спортсмена из монголии 17 победа и выход у нас до получается до в одну четвертую в одну четвертую здесь у нас до 61 очень много спортсменов самого большого количества до это 61 ну и давайте мы останемся на этом ковре александр авелов и кеджик мангуш посмотрим эту схватку через одну схватку на ковре б тоже мы очень мира сеть и давид баев международная схватка против спортсмена из казахстана разланды разбег разбегов разбегов но пока посмотрим за александром авеловым давимов тоже на самом деле набирает кеджик мангуш его сопер тренерам выступает григорьевич айковлев тренер геониду скаридонова смотрим сандр авелов красном трико как хорошо продернул есть проход есть проход от авелова хорошо поднял ногу вырвался да не же просто мантера вот так вырвался не дал плотный захват взять ноги а а а а а а Добро пожаловать на наш канал! 30 секунд засчитывает Монгушу. Да, а Велом заслуженно заработал этот activity time, да, он проход ногу сделал и все время атаковал, прессинговал, поэтому заслуженный activity time. Да, счет открыт у нас, 1-0. Да, еще так от Авелова, два балла, еще делает метод, тут накрывается здесь, да, один балл, один балл здесь есть. Два показывает Монгушу, и сразу еще крестный захват идет. Да, пытается, нет, здесь от защищался. Четыре просят Александра Авелов, я, может быть, даже с ним согласен. Два балла заработал Александр Авелов, этот потом в партер его Кешик перевел, как два балла дали лад. Сегодня Мош виднее, сейчас вот челлендж пересмотрят, Мош. Ну, оценки будут. Вот, ну да, перевернул через лопатки, поэтому, видимо, просит, что решать, посмотрим. Вот, ну да. Да, решает арбитры. В самом деле, эпизод, может быть, не самый сложный, надо. Ну да, мы быстрейше здесь. Заметили, наверное, да, с тобой, Степан, что решается челленджи чуть по времени, но так, но зато все прям справедливо и прям детально разбирает. Да, тренируется Базуль перед чемпионатом. Да, может, основатель на финальной схватке уедет. Но на Ростумян Александр Базулин на чемпионат мира собирается еще один судья. Фамилия, не помню, втроем они едут судить. Из России, да? Да, из России три человека олимпийской категории. Да, челлендж проигран, по-моему, это такое. Да, 3-3 проигран. Зачем было тогда, да? Ох ты, бросок-то такой. Красивый бросок, 4 балла, кешет он, бушит. 7-3 уже. Да, сразу 2 балла. Какой сброс красивый сделал Александр Абелов. Да что-то как-то, работать надо сюда. Зачем показывать. Ну, чуть-чуть такая перепалка, сейчас судья сделает замечание. Последняя секунда первого периода уже у нас разыграно 12 баллов тем временем. Да, все, расходят. Все было в этом периоде, и челлендж был, и 4 балла бросок, да? На последних секунд, да, практически столько действий было сделано. Конфликт чуть не зародился. Ну, отлично бросок. Здесь, да, пытался, да, конфликт. Парни молодые, горячие. Да. Каждый рвется к победе, к поясу Горкина. Вот, да. Дмитрия Петровича. Вот, шунг такой сделал. Да, ну. Раз, ну какой сброс сделал. Просто технично, молодец прям. Тем интереснее второй период, на самом деле, после концовки такой. На второй период нокаут страстей только вырос, на самом деле. Тем более Велов сейчас проигрывает, ему надо отыгрываться, да? Да, 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 и тем более он в самой концовке проигрывать стал. Ну, так-то он вверху период вел еще. Да, еще атаковал больше. Атаковал, да, активити тайм заслуженно первый получил. Ну, тувинские борцы тоже все такие эластичные, бросковые. Да. Чемпионат всегда можно ожидать, да? Да, как и на Чин Монгуш на России, в Бурятии тоже за уролу Глуба 4-бальный бросок сделал. Олимпийского чемпиона, да? Это они такие бросковитые. Да, это они такие бросковитые. Да, Александр Авелов опять напирает во втором периоде опять Кежек Монгуш зарабатывает. Авелов, Александр Авелов, активити тайм до 30 секунд у Кежек Монгуша сделать активное действие, и счет уже будет. Шесть, да, шесть, семь. Авелову надо в любом случае выходить вперед. Два балла как минимум еще забирать надо ему. На четыре балла бросок есть у Монгуша, поэтому по качеству он всегда будет впереди. Попытка прохода. Быстро полторы минуты пролетела. Все, все, все. Ни в коем случае Кежек Монгуша не заходи тоже на глухую оборону. Да, здесь есть. Балла, два балла. Делать нахак. Еще пытаются хотите, еще два балла делать Кежек Монгуша 12,8. и 42 секунды всего остается сандру все-таки надо с эмоциями справляться надо очень эмоционально да да хорошо начал немножко перегорел есть проход от александра агилова надо подниматься пытается встать национально защищается подерживают ноги хотя бы за спину перевернуть как хорошо расширяется да вроде вот уже захват сюда еще и на два балла все 14 8 до 14 8 затем представляет он иркутс по имени по имени видно что ты увидишь да но параллельный зачет любом случае ты войдет как и кежек чимба да мы перейдем на ковер б центральный ковер ковер б сейчас на ковер выйдет давид баев одевал бека разбегова международная схватка давид байк у нас ханты-мансийский автономный округ параллельный зачет идет северная сеть алания чемпионы мира правда весовой категории 70 килограмм здесь у него перешел уже весовую категорию 74 килограмма в олимпийский вес на ковер на ковер на ковер